Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Кишиневцы неожиданно для себя оказались заложниками обиды либеральной партии на действия антикоррупционной прокуратуры. Под арестом находится столичный мэр, несколько чиновников. Остановили свою работу муниципальные предприятия, как следствие тысячи тонн мусора и отходов скопились на улицах Молдавской столицы. Муниципальные советники от партии социалистов призвали своих коллег немедленно приступить к работе, созвать муниципальный совет. Пришли не все. Нетрудно догадаться, кто не поддержал этот благой призыв. Тем не менее, уже сегодня советники готовы предложить реальные шаги по спасению столицы. У нас в гостях муниципальные советники от партии социалистов Александр Комаров и Виталий Мукан. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот посмотрите, нельзя сказать, что конечно рядовая ситуация произошла в столице, но тем не менее, она привела к тому, что кишиневцы в буквальном смысле начали тревожиться за судьбы не только своих дворов, но и за свое собственное здоровье. Кишинев стал причиной, когда в новостях начали говорить об экологической катастрофе, возможной экологической катастрофе. Буквально, меня самого не так давно узнали. Я шел утром на работу, направился к мусорке. Несколько человек с пакетами встретились, говорят, слушайте, давайте отнесем мусор прямо к парламенту. То есть такой призыв был. Ну, брожение началось уже до того, как сам забродил мусор. Тем не менее, как выходить Кишиневу из этой ситуации, чем все это грозит и как построить работу в нашем муниципалитете таким вот образом, чтобы не в зависимости от того, что арестовали кого-то чиновника по подозрению взятки, вдруг все предприятия остановились. Ну, надо сказать, что в свое время, в наши замечательные времена социализма была построена свалка в Ценцарин, которая отвечает всем нормам постройки подобных сооружений. Была проведена гидроизоляция, была подведена электрическая энергия, были проложены дороги, были подготовлены емкости для сбора инфильтрата, выделен персонал, построены инженерные сооружения для очистки. И станция, рассчитанная на 40-44 миллиона кубических метров, начала работать и практически половину своей мощности использовала до момента блокировки этого сооружения и закрытия полигона Ценцарины. Он, конечно, не закрылся. Там продолжают работать технологические службы, они собирают инфильтрат, разливают по поверхности, смотрят за состояние мусорки. И вся эта схема до сих пор успешно работает. Вместо того, чтобы решать вопросы, которые выдвинули жители Ценцарин, Примария пошла совершенно другим путем. Показала пальцем место, где будет свалка. Свалка совершенно не подготовленная, никакой гидроизоляции было не выполнено. И начали заполнять эту мусорку. В связи с тем, все инфильтраты, вся эта грязь начала просачиваться в воду, начала просачиваться в подземные воды, в артезианские воды. Накапливаться стал, соответственно, те газы, которые при брожении происходят в этих свалках. Ни одно учреждение официально не выдало разрешения на использование вот этой свалки под Кишиневом, в границах города Кишинева. И, несмотря на это, туда уже свалено относительно много, миллион двести, миллион триста тонн отходов, из которых 300 тысяч тонн. Это жидкие инфильтраты, которые попадают в подземные воды. Естественно, вследствие неподготовленности, это было ясно сразу, вследствие некомпетентности целых ряда руководителей, которые плохо понимают, что они делают и что они творят, произошло то, что произошло. То есть, получается, под самой столицей заложили экологическую бомбу? Ну, значит, она как бомба в прямом смысле того слова, что возможно воспламенение вот этих газов, вот этого метана, вот этих сопутствующих газов, которые могут просто, значит, воспламениться. И тушить подобные пожары либо практически невозможно, мы не умеем, кое-кто, видимо, умеет, либо очень сложно. Это вонь, которая будет распространяться, и вот эти продукты сжигания, значит, они действительно экологическая катастрофа, как в воздухе, так и экологическая катастрофа, и вследствие неподготовленности почвы, проникновения этих инфильтратов в землю. Тогда вот, понятно, есть Ценцаринский полигон, который еще, ну, все его мощности не реализованы. Есть проблема с жителями Ценцаринь, и есть вот таким образом варварски созданный новый полигон прямо в черте столицы, и Кишинёс не подозревает о том, что, ну, будем говорить, мы находимся в определенной черте, когда возможен такой необратимый процесс. Он уже до этой черты мы достигли, плюс еще десятки свалок, которые образовываются в различных коммунах и пригородах. Значит, та свалка, которой свали свозить мусор, вот эти ветки, мы к этому вернемся. Но вернемся на секунду в полигоны Ценцарины. Значит, европейские все исследования показали, что это лучшая свалка Европы, что исследования показали, что загрязнения воды нет, но действительно там было бы необходимо, несмотря на то, что можно сегодня вывозить мусор и начинать его складирование, необходимо было бы параллельно выполнить несколько мероприятий. Там можно было бы поставить и нужно поставить станцию очистки вот этих спецстоков, которые из этого инфильтрата делают техническую воду, готовую для полива, для чего угодно. И, значит, нужно построить насосную, которая сейчас вывозит этот инфильтрат и разбрасывается по поверхности машинами. В разную погоду иногда в снега это тяжело делать, поэтому нужно построить насосную, которая бы в автоматическом режиме разбрасывала эту воду, либо отсасывала этот инфильтрат. Хотя сегодня, повторяю, все это делается и она в рабочем состоянии. То есть самим жителям Сен-Сарен особо ничего не грозит? Ну, конечно, то уж транспорт, который проходил через их, это раздражает несколько, значит, сама мусорка рядом это раздражает, но она есть, она выполнена правильно, нужно работать и с жителями посмотреть, чем помочь можно Бубуевичам, так и сделать дополнительные мероприятия, очень недорогостоящие, которые полностью наперед заданным темпом избежать любой провокации природы и возможных каких-то там выбросов, которые могли бы быть. Виталий, вот приходилось прорабатывать или просчитывать или иные сценарии событий и какие-то продумывать решения для того, чтобы вывести город из той ситуации, в которую мы сегодня попали? Да, мы, во-первых, первое из решений было посмотреть, что там творится в Бубуевичах. Мы выехали в Бубуечье, в понедельник утром мы были, там мы общались с этими жителями, которые блокировали эту свалку, опять же, но мы с этими жителями встречаемся не первый раз, мы знаем, какая там ситуация, потому что мы уже в течение года мы бьем тревогу, что это экологическая бомба, что свалка в Бубуечьах, это экологическая бомба под Кишиневом, которая вредна как для Кишинева, так и для коммуны Бубуечь. Поэтому ничего нового мы там не увидели, но как временное решение на какой-то короткий промежуток времени, для того, чтобы решить все-таки с вывозом мусора из Кишинева, потому что то, что творилось в Кишиневе, за несколько дней собралось это огромное количество мусора, которое еще в течение нескольких дней уже бы превратилось в какие-то, то есть были бы какие-то последствия для горожан, для жителей Кишинева. И поэтому мы держали на пульсе, что творится в Кишиневе, что творится в Бубуечьах, и предпринимали необходимые меры для того, чтобы разблокировать ситуацию в Кишиневе. Ну ведь не зря говорится, что нет ничего более постоянного, чем временное. Временное решение оказалось весь затянувшимся, и жители Бубуечь бьют тревогу, им тоже не очень хочется жить, растить своих детей прямо возле мусорного полигона. И потом, ведь смотрите, вы говорили о том, что ценцорены были подготовлены к тому, то есть вот это место было подготовлено к тому, чтобы стать мусорной свалкой, мусорной ямой. Здесь такой подготовки с продуманной инженерикой или с продуманными инженерными конструкциями, с продуманным подходом не было. Просто, как вы говорили, на карте города увидели примерно территорию, ткнули пальцем, сюда будем выгружать мусор. Мне кажется, это уже преступление, во-первых. Во-вторых, это еще была заложена бомба с часовым механизмом, а в-третьих, фактически отсрочили, во-первых, не занялись решением ценцоренской проблемы, создали новую проблему. И таким образом мы сегодня должны, ну не знаю, вы во всяком случае должны решить целый клубок проблем. Как восстановить функционирование муниципальных предприятий, чтобы снова дальше вывозили мусор туда, куда и намечалось. Теперь, наверное, нужно что-то решить, что сделать с бубуеческим полигоном. И было ли, может быть, все-таки, возможно было бы продумать другое временное решение. И временное решение такое, чтобы ограничить себя во времени, во всяком случае поставив задачу решить вопрос с ценцоренами в течение, например, определенного срока. Я бы хотел несколько сказать, что значит подготовленная, одна из тем, что там подготовлено. Значит, сама гидроизоляция сделана таким образом, что когда на нее складируешь и попадают жидкие отходы, влага и дожди, что направленно стекают все по определенным внутренним подземным ручьям в определенные подготовленные бетонные емкости. Откуда они выбираются, перерабатываются и так далее. С валком мы на Пурчел или, как мы говорим, бубуечи, мы совершенно не знаем, куда вообще распространилась эта зараза. Поэтому то, что предложил господин генеральный примар, давайте возьмем машину, кстати, мы поддержали, его там откачаем, как бы в ценцоренах, несколько там кубов, и это будет хорошо, это чистая профанация, это неправда. Значит, нужно, во-первых, исследовать, провести исследование сегодняшнего состояния этой свалки бубуечи. Посмотреть, так сказать, чем она болеет, сделать шурфы, на какие глубины распространилась, что там залегает, как с этим бороться, и принять решение, что необходимо делать, чтобы устранить вот эту опасность для Кишинева и для бубуечи. Почему-то пошли другим путем. Давайте мы откачаем, глаза всем замажем, поставим машину туда, где-то разольем, и вроде бы все хорошо. Нехорошо. Пока не будет исследований, мы не знаем, в каком состоянии это мусорка. Что такое новая мусорка? Когда мне говорят в правительстве или где-то еще, что вот мы там занимаемся, ну я понимаю, что просто нет специалистов. То ли не нашли их, то ли не приняли, то ли не подготовили и так далее. Сегодня создать свалку подобного уровня Кишинев производит более тысячи кубических метров в сутки отходов. Это нужно дороги, это нужно гидроизоляция, это нужна территория, это нужны честные сражения, это нужно перерабатывающие заводы, это нужны линии электропередач, это нужно насосная, это нужно, это нужно. Мне кажется, люди, которые даже на самом высоком уровне произносят, вы знаете, мы сейчас сделаем, они просто не понимают, о чем они вообще говорят. Значит, сегодня Цинцарены при доработке полной, там до тех, что выдвинули жители, значит, способны работать лет 15, а если туда, а мы будем требовать, что бы туда поставляли столько переработанные отходы, значит, отбирается стекло, отбирается бумага, отбирается пластик, отбирается все это прессуется, и туда поставляются, ну такие достаточно осушенные несколько брикеты, которые можно складировать, а эта свалка может работать еще 50 лет. и больше. Поэтому, решив проблему, затратив деньги и решив проблемы, цинцарен, которые они, нормально, они правильно просят, им нужно помочь, мы закроем вот эти все проблемы на 50 лет. Мало того, мы понимаем, вот с Виталией говорили, что необходимо единую программу, все вот эти временные мусорки всех субарби, всех пригородов, вообще, то, чтобы они не залегали рядом с Кишиневым очередной раз и разбрасывались по полям, а это чтобы опять было централизованное понятие, как их реализовать. Надо прекращать гадят в Кишиневе и убрать весь этот мусор и сделать город действительно тем, чем он должен быть. Мы уже с некоторой иронией произносим, наш белый город, потому что он давно уже не белый, а только воспоминания таковой. Ну, буквально накануне прозвучал призыв лидера муниципальной фракции Иоанна Чабана о том, что давайте соберемся на муниципальный совет и проведем вот такое вот масштабное совещание, выработаем пакет решений для того, чтобы начать двигаться куда-то в положительную сторону. Вот что в итоге? Да, значит, вчера мы зарегистрировали, во-первых, мы зарегистрировали письмо, адресованное министру Грозаву, учитывая то, что сейчас секретаря совета нету. Под арестом? Да, под арестом. Я имею в виду в премьерии. Мы зарегистрировали на имя Грозаву письмо о созыве сегодня на 10 часов совета. По вопросу, вы знаете, что мы не закончили прошлое заседание, мы предлагали следующий сценарий. Мы закрываем, там несколько вопросов осталось из прошлого заседания, закрываем прошлое заседание сегодня и открываем сразу заседание с единственным вопросом складирования отходов в муниципе Кишинева. Значит, мы пригласили и в рамках брифинга, наш председатель фракции пригласил все остальные фракции и всех советников. Значит, мы отправили также приглашение каждому непосредственно советнику и руководителям фракции. Сегодня в 10 часов фракция социалистов в полном составе была на заседании, однако на заседание пришли только независимый советник Штифаницы и фракция коммунистов и внепартийных. Все, это единственное, кому, видимо, интересно, кто болеет, кто хотел решить вопрос по мусору в этом городе. Все остальные проигнорировали, есть разные мнения, почему это сделали, но факт остается фактом. Людям неинтересно решение проблем, то есть советникам неинтересно решение проблем жителей, неинтересно решение проблем Кишинева, и поэтому мы имеем то, что имеем. Так же самое, я уверен, мое мнение личное, что это преступление было, когда они проголосовали за открытие свалки в Бубуече. То есть открыть под Кишиневом в тот момент на неподготовленной территории свалку, это было преступление. И за 10 лет то, что примария, не примария, никто не брался решать этот вопрос, мы вызывали неоднократно и на комиссию, и на совет, пытались как-то запустить эти процессы, но примария во главе с примаром блокировала эти все наши начинания, и так и вывозили в Бубуеч. То есть имеем то, что имеем. Буквально накануне был эфир одной из программ в эфире нашего телеканала, где чиновник, представляющий муниципальное предприятие, говорил о том, что когда решался этот вопрос, нам на год дали разрешение вывозить мусор. Больше нам не продлевали. Получается, что мы оставшееся время нарушали закон. Сейчас могут, опять же, те, в чьих руках была наша столица, таким образом могут и подставить муниципальные предприятия под действия прокуроров, которые будут выяснять, а почему ты вывозил мусор, почему ты загрязнял город, а кто-то в это время умоет руки. Ну вот понятно, что у истории нет сослагательного наклонения, но тем не менее, представим себе, что состоялось это заседание муниципального света. О чем вы смогли бы говорить на нем? Что могли бы предложить сегодня кишиневцам? Каков мог быть реальный выход из сложившейся ситуации? Ну, здесь и в прошлом году, и в этом мы вместе с коммунистами настояли о поднятии вот этого вопроса. Значит, сегодня необходимо срочно, с совместными усилиями встречаться, начинать вывоз в Цент-Арене. Сначала, значит, параллельно... Возвращения опять выйдут на дорогу? Значит, ну что значит выйдут на дорогу? Ну, давайте мы скажем, что сегодня перекроют дорогу правительственной делегации, президенту или Трампу перекроют дорогу. Да, что будет? Что значит перекроют дорогу? Значит, каждый должен отвечать за то, что он отвечает. Поэтому решение необходимо. С людьми нужно разговаривать, устранять любые замечания людей, которые объективны и которые могут вызвать. Нужно показывать, доказывать и делать те устройства и сооружения дополнительные, для которых бы каждый мог сказать, да, теперь я понимаю, о чем этот разговор. Там же тоже и политики много, и много хотелок разных, которые необходимо решать. Ну, это надо решать. Но другой альтернативы нет. Вывозить, продолжать на неподготовленную свалку. Оно было неправильно 10 лет назад, 9, 8, 7. И сегодня еще предстоят огромные работы по реабилитации, в которые мы тоже включимся и будем честно делать так, чтобы было удобно. То же самое и по Цинцаренам. Мы по любому чиху, который будет действительно неправильный, мы будем включаться, чтобы все соответствует нормам, которые существуют в мире, в Европе, у нас, в Молдове и так далее, и так далее. Поэтому хочу, не хочу, для меня это такое, я производственник, для меня это такое понятие странное. Я хочу, я не хочу, я выйду, я не выйду. Нужно решать вопрос. Поэтому нужно выезжать, брать исполнительную власть, то, что осталось, брать советников, брать переговорщиков, смотреть, что там нужно сделать и что еще там не хватает, потому что все-таки 10 лет не вывозилось. Хотя мы были раза три там, смотрели, анализировали всю ситуацию, она в достаточно хорошем состоянии. Но начинать диалог нужно и быстро. Поэтому надо было всем фракциям договориться, чтобы, увидев ситуацию, все принимали правильное решение, что делать и заниматься этими вопросами. Потому что, когда мы поднимали эти вопросы на фракции, там либералы были против, значит, эти не голосовали, голосов не набиралось. Значит, от того, что Киртуака должен отчитаться, почему понять, Дарин, и почему не поехали, все это не сделали, тоже никого не интересуют эти вопросы. Вопросы, несмотря на то, что мы комиссии поднимали эти вопросы, оставались так, ха-ха-ха, значит, голову в песок засунули, пока где-то что-то не случилось. Случилось. Ну, раз случилось, значит, вмешалось уже и правительство, и правильно вмешалось. Значит, разные вопросы, потому что того, кого назначили, он был не в состоянии решать вот эти вопросы. А сегодня их нужно решать. Мы бы коллективно нашли пути решения, которые, понимаете, значит, не я должен высказать, я бы высказал на той комиссии базовые понятия, что нужно делать. Вопрос остался бы за Монсоветом и вперед. Ну, к сожалению, видите, вмешивается политика, и опять же, мне кажется, именно по политическим соображениям либералы и представители других фракций Муниципального Совета не пришли на это заседание. А, соответственно, их политические интересы гораздо выше для них, ими ценятся, чем интересы кишиневцев, которые их избрали. Вот в этом парадокс. Избрали кишиневцы для решения своих проблем. В итоге эти проблемы не просто не решаются, они еще и заводятся в какое-то тупиковое состояние. И мы задыхаемся в пыльном, зловонном городе, а сейчас еще несколько дней тонем в тоннах мусора. Ну, сейчас к этому зловонию и Бубуеччем добавится у нас опять АПО-канал со своими честными сооружениями, в которой до сих пор все равно опять ничего не сделано. Система тубусов не заменена на нормальную технологию. Вот этот кредит, который обещают, ну его обещают, тема идет. Но реально мы имеем то, что имеем. Так что летом мы будем иметь те же самые запахи. То же самое, значит, в худшем варианте, потому что я думаю, что мы еще должны обсудить, не знаю, я понял, вы задавали вопросы и по тому, что произошло в городе. Это же тоже имеет свои экологические проблемы. По складированию веток. Да, и последствия. Понимаю. Вот, ну, прежде чем еще это обсудим, ведь, смотрите, во всем мире часто, когда затрагивают тему мусора, говорят еще и о том, что решая эту проблему, можно, во-первых, и зарабатывать, можно и что-то производить, во всяком случае, из мусора. То есть не просто сваливать его в кучу, будем говорить, для более-менее экологического хранения, но можно, перерабатывая мусор, что-либо создавать. Я, насколько, вот я помню, одно время на Ценсоренском полигоне устанавливали станцию по производству метана. Вот, сегодня это что? Да, там, значит, в Ценсорене была договоренность и установили, значит, проложили по этому полигону соответствующие трубы, которые, коллектора, которые собирают вот эти горючие газы. И сжигали, установили, значит, газопоршневую станцию на, по-моему, на 2,5 мегаватта, либо на 1,5, либо на 1,5 мегаватта. То есть она могла производить электронерку? Она не могла, она производила электрическую энергию, достаточно успешно, и она долгое время работала. Ну, для того, чтобы она работала, для количества этих газов, конечно, необходима постоянная подпитка свежего мусора. Тогда она работает более эффективно. Ну, во-первых, насколько я знаю, они не выполнили, у них было, по-моему, обязательство установить вот эту насосную, они не сделали каких-то там у нее киномические проблемы. Я знаю, что сейчас она стоит. Хотя она успешна, действительно, это... То есть проблема мусора может приносить пользу. Да, ну и, как вы правильно сказали, мусоросжигательный нет, это очень опасно для города. Да, мусороперерабатывающие заводы, от них остается в Европе 12-15%, у нас 20-25%, наверное. Остальное металл, стекло, картон, то, что мы говорили, оно уходит на повторную переработку и уменьшает объем мусора, который необходимо. И качество мусора. Тот мусор, который сейчас уже заработал, я знаю, есть пилотный проект, вот там здесь мусора мы, кстати, с Виталием договорились еще раз туда попасть на этой неделе. Качество мусора другое, значит, уже все опасные отходы и так далее, и так далее, оттуда отжаты. И туда идут уже такие брикеты, которые просто можно складировать каким-то образом, они несут опасности в несколько раз меньше. Да, я что хотел добавить, почему наша позиция такова, что именно мусор должен попадать на свалку только через мусороперерабатывающие заводы. Для того, чтобы, во-первых, уменьшить количество мусора. Если мы уменьшим количество мусора в пять раз, то вы понимаете, что и по площади, и по объему, и потенциал полигона. И через пять лет у нас не станет вопрос, что опять нужно искать новый полигон и опять же загрязнять другое какое-то место, другое площади, какие-то земли. И, во-вторых, есть много вторичного сырья, которое можно переработать, которое можно... И поэтому то, что Александр Петрович отметил, то, что это проблема не только кишиневского мусора, но и пригородов. Потому что мы окружили город Кишинев, мало того, что в Бубаячах там мусорка городская, а мы окружили себя пригородовскими мусорками. Это более мелкие, но это все равно очаги. Это все равно и какой контроль там ведется, что там складируется. Там мы можем проснуться, что могут складировать какие-то токсичные, либо другие отходы, которые вредны. И мы проснемся, что Кишинев будет заблокирован просто. И эти все стоки, которые попадают сейчас, могут попадать с этой мусорки большой, с Бубаяч, в подземные, в артезианские воды. Мы можем проснуться, что и с этих мелких тоже подземных. Мы придем к тому, что Кишинев останется без воды. Кишинев, включая пригороды, то есть это муниципи и Кишинев. Почему мы отмечаем? Мы никогда не разделяем пригороды от Кишинева. Мы считаем, что это одно целое. И задачи, поставленные для Кишинева, должны распространяться и на пригороды. Виталий, я подопавлю, если можно, абсолютно прав. Все вот эти люминесцентные лампы, все эти батарейки, все это, когда на предприятиях жестко регламентировалось, проверялось, сколько ламп выдали, сколько утилизировано. Вся эта ртуть, все это то, что остатки химических предприятий. Действительно, особенно в пригородах или где-то, там, где не учитывается. Бесконтрольно. Бесконтрольно, да. Оно может нести еще новый вид угрозы. Не зря же в добро пытались, и слава богу, что жители тоже, это самое, переработку тяжелых металлов, переработку по инвертутии и так далее. Не дай бог, понимаешь, значит, собирали батарейки отдельно. Значит, собирали, где-то есть высокоактивная точка, которая является очень опасной. Куда делись эти батарейки? Это тоже нужно еще. Вот, если внимательный зритель нас слушал, он понимает, что мы живем в городе, окруженном вот такими экологическими бомбами. Пятнами грязи на карте, которые, окружив наш город, заставляют нас дышать совершенно вредным воздухом. И тогда понятно, почему экологи бьют тревогу. Мы живем в городе экологически загрязненном. И на сегодняшний день, мне кажется, экология сегодня главная проблема для нашей столицы. Получается так? Ну вот, мы буквально, значит, обратили второй раз на это внимание. Значит, бычок совершенно представляет собой уже угрозу. Мы знаем, что там никто не живет. Значит, предприятия, которые должны контролировать свой участок и возможность слива, контролируются периодически. Озера тоже в них сливаются, что попало и кем попало. Мы сейчас разослали территории вокруг предприятий. Не убираются, как раньше, либо убираются, но не должным образом. То есть, несмотря на то, что когда эта схема была достаточно налажена, она опять немножко запущена. И вот мы разослали очередной раз множество писем с предложениями проверить, проконтролировать. И, видимо, начнем в рамках даже экологической службы города. Значит, будем заставлять выезжать, смотреть, штрафовать, если нужно, и приводить в порядок как речки, так озера, так и основную нашу маленькую замечательную речку бык, которая становится то красной, то зеленой, то дышать невозможно. И вообще уже рядом, где вливается этот бычок, или где-то, говорят, там находиться невозможно. То есть, всем этим нужно заниматься. К сожалению, мы, как муниципальные советники, сначала просто показывали пальцем, ну а сейчас придется, я даже не знаю, под каким лозунгом. То есть, поступать самим. Не то же, когда уже вызывать руководителей и заниматься, ну так скажем, в том числе и спасением города. То есть, чтобы было понятно, есть угрозы видимые, такие, как, например, когда была вырубка деревьев на Штефан-Чалмале, да, там экологи подключились, и было много шума, как бы. Но есть еще невидимые угрозы, которые мы занимаемся, причем совместно с экологами. Мы довольно-таки тесно работаем с экологическими движениями, с партиями экологическими, с управлением экологическим, которым есть в Кишине, которые, там были предложения закрыть это экологическое управление, как ненужное. Ну, наша позиция, что, во-первых, нужно запустить эти механизмы, все существующие механизмы, в том числе и управление, и министерство, и экологическую инспекцию. Нужно все эти, то есть механизмы есть. Нужно эти механизмы запустить для того, чтобы эти угрозы как-то нейтрализовать. Потому что сегодня этим никто не занимается, но завтра, когда мы проснемся, от этого будут страдать наши дети и наши потомки. Пораза заговорили о деревьях. 21-22 апреля нынешнего года был такой достаточно мощный снегопад, неожиданный для кишиневцев. Зима не сразу решила покинуть Молдову. И этот снегопад очень значительно прорядил зеленые насаждения столицы. Было огромное количество поломанных деревьев, веток. Мы сейчас находимся в разгаре июня. Ветки до сих пор вывозятся. И это, мне кажется, тоже одна из проблем экологического характера. Многие телезрители к нам обращаются, звонят нам по причине того, что огромные кучи веток, которые собраны для последующего вывоза, ждут этого часа Х, когда их вывезут, сохнут и становятся пожароопасным местом. Достаточно черной спичкой и очередное воспламенение, очередной пожар. Как вы думаете, почему муниципальные предприятия так очень сложно и долго вывозят поломанные деревья, ветки из столицы? Вы абсолютно правы. Во-первых, остается укроза до того, как еще сотни веток висят над головами. И мы знаем, что они падают. Вы можете увидеть, как кишиневцы ходят за трав головой. Да, значит, случай в зоопарке известный, а спросите травпункты, падают и бьют, и людей, детей, машины, и это все продолжается. С другой стороны, стали вывозить как на стадион, как вот здесь опять точку в атру, прямо над бычком, кстати, скапливаются тысячи и тысячи кубов этих веток. Как раз розовое метро отсюда. И все это лежит во дворах. Действительно, если сейчас мы видим пожары бушуют в лесах, в мокрых, в сырых лесах, в смысле зеленых лесах. А здесь все это уже высыхает. Значит, мы комиссии с Виталием опять-таки предложили и включили в совет последний, который хотели сегодня закончить. С огромным трудом два раза голосовали, все были против, и одним голосом мы все-таки протащили эту тему. Мы, значит, хотим решения муцзавета. Во-первых, что все муниципальные предприятия выделили по две бригады на два месяца в помощь по удалению вот этих веток с двумя одиницами техники. Также мы попросим все предприятия города, в том числе и частные, и государственные, такие большие, как и Молдова ГАЗ, и Электрика, и все предприятия, выделить бригады, решить у себя, каким образом мы можем подсказать, для выделения, опять-таки, для работы в течение двух месяцев людям, для уборки и вывоза вот этого мусора. Также объявить два субботника общегородских, две субботы, значит, чтобы люди вышли и поработать на благо города. После этого посмотреть, что сделали, что успели и что остается сделать. Потому что как пожар с одной стороны, так и гниение в случае дождей и так далее, и так далее, опять развитие бактерий и того же загрязнения, оно неизбежно. От этого нужно действительно, ну, я не знаю, люди, наверное, не понимают. Если начнется вот пожары в одном дворе, во втором, в третьем, четвертом, ну, мало не покажется. То есть это и квартиры, это и дома, это нехватка, значит, и аварийных служб. В том числе, значит, почему это происходит? У нас сегодня есть муниципальные предприятия, которые должны заниматься городом. Это Лумтех, это Эксдрупа и так далее. От этого они получают, они загружены, значит, реанимируют транспорт, людей и так далее. Вот сегодня они вынуждены играть тендера, значит, выигрывают какие-то западные компании, которые берут наиболее лакомые кусочки, наши остаются со старой техникой на уборке веток, уборке снега. Значит, мы настаивали, значит, чтобы все подобные кишиневские предприятия получали работу по расценкам из одного источника, чтобы они работали, получали свою прибыль и покупали новую технику, и держали персонал, они разгоняли его и занимались всем этим. К сожалению, очень не находим поддержку по целому ряду вопросов. В том же числе, если возвращаться по экологии, просили включить покупку драги для того, чтобы углублять озера, потому что они все гниют и мелкоозерные. Просили купить там прибор для определения качества древесины, все это. Нет, это нам не надо, это нам не интересно. К сожалению, вот так мы работаем в таких условиях. Ну, знаете, как говорят в определенных кругах, итог этому всему достаточно известен. Потому что, может быть, смотрите, ведь наша сегодняшняя беседа – это констатация некого промежуточного итога. Ведь мы сегодня как бы бьем на бат относительно того, что экология европейской столицы, как любят часто говорить муниципальные чиновники, находится, ну, не знаю, ниже, в общем-то, того уровня, который должен соответствовать европейский город. И сегодня кишиневцы дышат грязным воздухом, пьют, ну, не знаю, в общем-то, воду. Конечно, надеемся, что все с этой водой нормально. Но ведь не все так просто. Подземные источники наверняка загрязняются бесконтрольными мусорками. Нас поджидает, наверное, еще одна беда. Если на Украине вдруг запустят строительство шести новых гидроэлектростанций, то с тем течением, привычным для нас Днестра, нужно будет расстаться. Кстати, вы владеете абсолютно правильной тематикой. Значит, в этом году, в этом предыдущем, 16-м году, уровень Днестра был такой, что насосы были на граде срыва. То есть там насос, когда заказчик, образуется воронка еще 5-10 сантиметров, и захватывается воздух, захватывается воздух, вода прекращает поступать. Значит, теоретически город мог остаться без водоснабжения. Те скважины, которые есть у Апоканал, они заброшены, они не эксплуатируются соответствующим образом. И судя по загрязнениям, которые еще творятся, надо еще проверить этот анализ воды. Даже если это техническая вода, она бы помогла, но и здесь плохо. То есть на наши вопросы Апоканал, что будет делаться для улучшения забора воды в случае его понижения, в этом году опять обещают жаркое лето, ответ такой, что да, мы знаем эту тему, что она прорабатывается, но ничего реального, к сожалению, мы не видим. А то, что вы говорите, возможности построения плотины, значит, плотины это так, набирают воду для того, чтобы никому не интересно, что ниже творится, и спускают, мы помним наводнение, то, что было у нас, когда удобно спускают, то это опасно как для реки в целом, как для Кишинева, как водозабор. Так удивительно, что не понимают и для Одесского региона тоже, потому что там все превращается тоже в такую болотистую местность, и воду Одесса тоже получают оттуда. То есть, как бы, ну, имеем то, что имеем. Ну, уже для Кишиневца стало привычным, что диалога между муниципальным советом, ну, в лице оппозиции и чиновниками не складывается, и поэтому, ну, то есть, очень сложно проходят решения, если они, конечно, принимаются на благо города, на благо функционирования муниципальных предприятий. Вот, что в этой ситуации все-таки, ну, видится главным решением выхода вот из этого коллапса? Ведь, смотрите, по кругу ведь будем ходить и дальше. То есть, получается, что сегодня, да, вы будете контролировать работу муниципальных предприятий, принуждать их к деятельности, будет принуждать контролю за качеством воды. Это неправильно, как бы, да. Вот, ну, а дальше что? Ведь кишиневцы ждут нормального функционирования муниципальных служб и в премарии в целом. Потому что мэрия для них это что? Это главные завхозы, те, кто знает, где, что, как разложить, для того, чтобы был запас, чтобы работал хорошо общественный транспорт, чтобы мы снабжались своевременной электроэнергией и водой, газ поступал в наши дома и квартиры. И жизнь была полна, так сказать, отсутствием бытовых проблем, а не их присутствием. Сегодня мы не знаем, куда положить пакет с мусором, как обойти кучу веток, загоняем детей в свои квартиры, чтобы они не дышали воздухом, который мы привычно еще называем свежим, хотя он далеко не свеж. Вот выход-то в чем? Вы понимаете, значит, когда нету хозяина в доме, то все происходит так, как происходит. Не хочу рассказывать тот замечательный анекдот. Пока не будет порядка в исполнительной власти, а ничего сверхъестественного нету. Надо просто выполнять свою работу. АПО-канал должен думать, как ему сделать забор воды, должен менять сети, а не сбивать чопы, должен устранять эти запахи и делать это все, а не вдруг это сваливать десятилетиями. Мусорки должны работать как мусорки, предприятия должны убирать снег, латать дороги, а не дядька, который приходит и ворует, им не в состоянии от Эйджиса добиться, почему ни одного замечания мы не видели, которое бы повлияло на улучшение условий строительства дорог и так далее. Мы видим, как строим, и не можем закончить ни одной артерии по строительству. Несмотря на то, что строят и деньги хорошие, и все хорошо, не получается. Просто нужно работать. А для этого нужен хозяин. К сожалению, нужен хозяин. Тот, кто бы набрал себе людей под себя, которые бы исполняли грамотных и могли, и спросить с каждого, а что происходит, и тогда будет порядок. Ничего, мы не в космосе живем. Мы говорим совершенно разумные, земные вещи, которые необходимо делать. И они делаются сегодня. Мы не первые, не мы последние, которые это можем делать. Как бы не случилось так, что это все хорошо забытое старое. Да, абсолютно так. Просто не надо забывать, что все оперативные заседания служб, которые были по понедельникам, это были политические дискуссии. Не больше. Это не было, не чувствовалось, что есть хозяин в городе, не чувствовалось четких указаний, не чувствовалось четких каких-то обязанностей, которые и отчетов по выполнению проделанной работы. У нас это было так. Собрались, поговорили о политике и разошлись. Поэтому довели город до того, что есть. То есть меньше политики должно быть в премарии. То есть премария должна работать, как вы сказали, должны быть профессионалы. Пока у нас на разных функциях, на разных должностях будут политики, у нас не будет никогда порядка. Ну, я что хочу под занавес сказать. Хочется обратиться к кишиневцам. Вот поактивнее включается в сбор подписей. Да, нынешний хозяин города, в кавычках, конечно, тот человек, который превратил наш белый город в серого истукана, который даже на карте невозможно обозначить, каким-то реальным, хорошим, красивым цветом. Он сейчас находится в состоянии, ну, так сказать, под арестом, как принято говорить. Но, тем не менее, это не означает, что сбор подписей должен прекратиться. Потому что мы прекрасно понимаем, как может случиться так, что человек, оказавшись там под домашним арестом, а потом окажется невиновным. В итоге потом окажется, что виновны не только русские танки, которые разворотили тротуары, а еще, может быть, русские гипнотизеры, которые заставили его брать взятки. И мне, да, позволю себе не очень коллегиальную по отношению к нашему цеху вещь. Журналисты, они должны быть, так сказать, только свидетелями происходящего. Но хотелось бы, наверное, быть активным, создавать это лучшее будущее. И я со своей, так сказать, позицией кишиневца призываю каждого, кто еще не поставил подпись в подписных листах, поставить ее, настоять на том, чтобы все-таки этот референдум состоялся. Референдум по, так сказать, изгнанию человека, который совершил, мне кажется, такое преступление, ну, знаете, сродни, наверное, геноциду. Просто уничтожил город. Спасибо вам за сегодняшние беседы. Будем вместе бороться. Спасибо вам, что пригласили. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александра Комаров и Виталий Мукан. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова